Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Андрей Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. Сегодня в 8 утра по всей России в Самарской области начался второй день голосования на выборах президента России. Накануне явка по Самарской области составила 36,74%. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал атаки беспилотников на промышленные предприятия региона. Напомним, сегодня утром атаковали Сызранский НПЗ и попытались атаковать Новокуйбышевский НПЗ. Зарядиться позитивом и укрепить мышцы спины. Сразу две бесплатные тренировки для жителей Куйбышевского района прошли в здании нового плавательного бассейна. Сегодня в 8 утра по всей России в Самарской области начался второй день голосования на выборах президента России. Избирательные участки работают до 20 часов. По данным ЦИК, в России в первый день голосования явка на выборы президента составила 35,4%. Явка по Самарской области на 20 часов 15 марта составила 36,74%. Собираясь сегодня на выборы, не забудьте взять с собой паспорт. Чтобы избирательный процесс был легитимным, работает Центр общественного наблюдения за выборами. Прямо сейчас там работает наш корреспондент Галина Топилина и готова выйти в прямой эфир. Галина, как проходит голосование по мнению общественных наблюдателей? Андрей, здравствуйте. Второй день голосования идет полным ходом. 1751 избирательный участок работает в регионе. 954 из них оборудованы камерами видеонаблюдения. Изображения транслируются здесь, в Центре общественного наблюдения, где мы сейчас и находимся. А за процессом голосования и соблюдением закона на каждом его этапе следят независимые общественные наблюдатели. А рядом со мной сейчас находится председатель общественного штаба по независимому общественному наблюдению за выборами Павел Покровский. Павел Александрович, расскажите, как вы оцениваете ход голосования на данную минуту? Во-первых, доброе утро. Мне хочется отметить, что сейчас мы находимся в Центре, к которому приковано все внимание жителей Самарской области как минимум. На этих замечательных экранах у нас участки, где происходит голосование. Суббота утром мы видим, какое количество граждан идет. Каждый участок у нас обеспечен нашими общественными наблюдателями, которые обеспечила, естественно, общественная палата Российской Федерации и Самарской области. На сегодняшний момент у нас зарегистрировано всего четыре жалобы. Это жалобы, которые касаются именно соблюдения вопросов безопасности. Но это слово о том, что это серьезный процесс. И поэтому люди, которые показывают свои сумки, они, конечно, иногда высказывают недовольство. Но это делается для того, чтобы все были в полной безопасности. И это реализуется. Мне хочется отметить, что к нам в штаб независимого наблюдения приезжали вчера наши иностранные наблюдатели, которые вчера работали на территории городского округа Самара. Сегодня они находятся на территории городских округов Тольятти, Жигулевский. Завтра снова будут у нас. Соответственно, все соответствует международным стандартам. И зачастую, как было сказано нашими коллегами из других стран, это более серьезный подход к наблюдению и обеспечению прозрачности выборов. И в целом легитимности процесса того, что сегодня у нас происходит. Спасибо большое. А с нами готов поговорить еще один эксперт Алексей Кокин, член общественного штаба по независимому общественному наблюдению за выборами. Алексей Викторович, вы уже проголосовали. Как ваши впечатления? Вы знаете, я уже проголосовал сегодня. Хотел бы отметить для себя несколько очень важных деталей. Первое. Безопасность. Это физическое ощущение, когда ты приходишь на избирательный участок, когда тебе предлагают деликатно пройти через рамку металлолискателя, когда тебя встречают, провожают, обеспечены, в том числе, очень комфортные места для пребывания наблюдателей. И, чтобы хотелось еще сказать, вчера пытался проголосовать, понял, что был полный аншлаг. Очень рад за нашу губернию, за наших избирателей, которые проявляют максимальную осознанность и сознание в отношении того, что это нужно делать. Наше пребывание здесь, как уже Павел Александрович сказал, обусловлено тем, что мы тоже являемся общественными наблюдателями в этом элементе. Смотрим, как проходят выборы. И, в том числе, есть внутреннее ощущение, что избиратели идут. Это процесс, который поставлен на очень такую личностную, мне кажется, патриотическую нотку. И я думаю, что мы совместно делаем общее дело для того, чтобы была максимальная прозрачность, легитимность тех выборов, которые для нас, для нашей страны, для нас, как для избирателей, максимально важны. Спасибо большое. А здесь, рядом со мной, еще один эксперт. Лев Долонько, член общественного штаба по независимому общественному наблюдению за выборами и представитель аппарата Уполномоченного по правам человек в Самарской области. Лев Викторович, расскажите, как ваши впечатления о ходе голосования? Мы с коллегами по аппарату Уполномоченного по правам человека в Самарской области к настоящему времени посетили уже 253 избирательных участка. И мы большое внимание уделяем доступной среде избирательных участков и соответствии помещениям для голосования современным стандартам. Рад отметить, что все помещения у нас приспособлены для всех групп избирателей. Те помещения, которые мы посетили, вопросов у нас нет. Те замечания незначительные, которые мы выявляли до дня голосования, они все были устранены. Допустим, мы предъявляли требования к надлежащему уровню освещения, убранству избирательных участков. Сейчас все эти проблемы решены, и это результат большой совместной работы избирательной комиссии Самарской области, органов местного самоуправления, правозащитников и общественников. Спасибо. Ну а мы продолжим следить за работой Центра общественного наблюдения и за ходом голосования. Андрей. Да, спасибо, Галина, спасибо нашим экспертам. Ну а как общественные наблюдатели работают непосредственно на избирательных участках, посмотрим в следующем сюжете. Утро Анатолия Гольмана началось не с кофе. На участке 29.14 мужчина работает общественным наблюдателем. Предварительно он прошел специальную подготовку. Его задача – обеспечить легитимность и прозрачности выборов. Мы смотрим, чтобы граждане заходили в кабинку и голосовали, чтобы не было сбросов, чтобы не было каких-то нестандартных ситуаций, чтобы избирательный участок работал в хорошем, нормальном режиме, без сбоев и потрясений. По словам специалиста, наблюдатель не только следит за порядком, но и выступает в качестве психолога. Ведь некоторые люди испытывают страх перед процедурой голосования. Очень дружелюбный персонал, все везде подскажут, покажут, где что. Всегда стараемся приходить в числе первых, голосуем всей семьей. Для нас очень важно будущее нашей страны, чтобы она процветала, развивалась. Обучение кандидатов наблюдателей курировало региональный общественный штаб по независимому общественному наблюдению за выборами президента России. За соблюдением избирательных прав граждан ходом голосования и подсчета голосов в Самарской области следят 6 тысяч человек. Они присутствуют на всех избирательных участках. Виктория Шарая, Ксения Баканова, Григорий Плешаков. События. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал атаки беспилотных летательных аппаратов на промышленные предприятия региона. Напомним, сегодня утром атаковали Сызранские НПЗ и попытались атаковать Новокуйбышевские НПЗ. В результате на территории Сызранского завода произошло возгорание установки по переработке нефтепродуктов. По предварительным данным, пострадавших нет. Попытка атаковать НПЗ в Новокуйбышевске пресечена. Пострадавших там также нет. Совместно с руководством предприятий, регионального главного управления МЧС, силовых ведомств, руководство области принимает все меры к скорейшей ликвидации последствий. Создан оперативный штаб. И возвращаясь к главной теме дня. В школе номер 33 на мехзаводе, где расположился участок 27-12, проголосовал офицер в отставке, член Самарского регионального отделения Союза пенсионеров России Леонид Горбачев. Он отметил, что выборы президента России – это возможность продемонстрировать свою гражданскую позицию, патриотические чувства и единство. Выборы для нас, россиян, для мехзаводчан, имеют очень большое значение для укрепления государственности, для социально-экономического развития страны. А направленность мы избрали правильную. Для будущего нашего населения, нашей страны. Ну, и все это я вижу, знаю, что это очень важно на почве единства и патриотизма. А это издревле характерно для нас, россиян. Свой гражданский долг исполнили и представители клуба ЦСКА ВВС. Руководитель самарского филиала Роман Махонин рассказал журналистам, что армейцы всегда приходят на выборы в полном составе. Явка среди спортсменов и в этот раз составила 100%. Прийти на избирательные участки должен каждый гражданин Российской Федерации. Потому что мы прекрасно понимаем, что сегодня делаем шаг вперед, делаем мы шаг в будущее, в будущее нашей великой Родины, Российской Федерации. Артисты ансамбля «Россиянка» не только проголосовали, но и порадовали других избирателей небольшой концертной программой, поздравляя их и с Масленицей. Подробнее в нашем сюжете. И все дорожки, и все тропинки ведут нас снова до Красной Кринки. В этот раз артисты к ансамбля «Россиянка» Веру Кожакину и Зою Гудзик дорожки привели в ДК «Чайка», поселок Управленческий, где организовали избирательный участок для голосования. А поскольку выборы президента совпали с Масленицей, артистки решили поздравить жителей с праздником и выступили в Доме культуры, чтобы в этот важный день быть рядом с жителями своего района. «Я с восьми лет в этом Дом культуры «Чайка», я очень люблю петь и дарить радость людям. У меня два ансамбля «Россиянка» и «Околица», и поэтому другого варианта у меня нет. Обязательно быть вместе». Сразу после выступления одна из артисток оставила свой голос за будущего президента, поскольку прикреплена именно к этому избирательному участку. Зоя Гудзик говорит, что не пропускает ни одни выборы. «Долг перед Россией, поэтому хожу каждый год». Участки работают с восьми утра до восьми вечера. За порядком следят правоохранители, а за соблюдением всех правил голосования общественные наблюдатели от общественной палаты и партии, которые выдвинули на выборы своих кандидатов. «Все идет, как говорится, в штатном варианте. Люди добродушные, положительно заряженные. Приятно, так сказать, таких избирателей получать». В дни выборов президента осамарцы могут принять участие в голосовании за благоустройство родного города в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Отдать голос за пространство, которое преобразится в следующем году, можно с 14 лет. Ранее в Красноглинском районе уже благоустраивали территории по нацпроекту, поэтому голосование за общественное пространство идет активно. «Нам сделали сквер у ЗАГСа, так называемый, очень красивый, очень люди довольны. Сейчас мы боремся за наш пар, сквер Кузнецова. Это значит, второй год за него чуть-чуть не хватало, чуть-чуть. Но я думаю, что народ уже видит, что у нас есть результаты. Поэтому мы стараемся сейчас более активно участвовать жители. И активно участвовали, потому что сейчас электронное голосование». Также голосующие участвуют на УИКах в викторине в рамках благотворительной общественно-просветительской акции «За родное, за свое». Из призов автомобиля, туристические наборы, путешествия по Самарской области, поездка на международную выставку «Форум Россия» на ВДНХ. Светлана Кудрявцева, Игорь Казановский, события. Прикоснуться к истории и почувствовать себя жителями доходного дома смогли гости музея «Заварка». Об истории дома Маштакова рассказали кураторы выставки. Подробнее в нашем сюжете. «Выставка «Сдается квартира. История доходного дома» открылась в минувшую пятницу в Самарском музее-галереи «Заварка». В центре внимания – само здание, где располагается музей. Исторический объект с богатой историей, длиною в столетие. В качестве экспозиции – предметы быта, исторические справки и объявления. «Нам показалась эта история очень интересной, потому что здесь мы рассматривали и архитектуру здания, внутреннее устройство, как его делили на квартиры, как квартиры делились на комнаты, какие были виды квартир, какие социальные группы проживали в доходных домах. И эта история настолько стала нам интересна и, не побоюсь этого слова, увлекательна, что мы прямо на очень долгий временной процесс засели в процессе написания экспозиционных планов». Выставку организовала молодая команда музея. Научные сотрудники приступили к работе еще в декабре прошлого года. Куратор выставки, историк Анастасия Волынкина, делится. Им удалось создать общее представление о домовладельцах, квартирантах и образе доходного дома именно в Самаре. «Над этой выставкой работала вся команда. Моя роль заключалась как раз в поиске исторических источников. В основном я использовала периодическое издание, традиционные газеты. Это было интересно. Историческое исследование – это всегда увлекательно, потому что ты как детектив, следователь проводишь исследования. Мне понравилось, что работали над выставкой молодые ребята. Мне очень понравился их подход. Это интересно. Это интересно. Здесь начинаешь жить с другой точки зрения, потому что ходишь по улице и понимаешь, что с тобой рядом идет история». Выставка будет работать до 12 мая. Но и потом заварка продолжит раскрывать феномен доходных домов в Самарском крае. Программа обещает быть насыщенной. Александр Шугаев, Полина Челюкова, Игорь Казановский. События. Зарядиться позитивом и укрепить мышцы спины. Сразу две бесплатные тренировки для жителей Куйбышевского района прошли в здании нового плавательного бассейна. Подробности в нашем сюжете. Мастер-класс «Здоровая спина для всех желающих» прошел в новом спортивном комплексе Куйбышевского района. Тренировку провела Светлана Серединская. В прошлом фигуристка, а сегодня инструктор молодежного центра «Диалог». В центре, который также находится в Куйбышевском районе, Светлана ведет оздоровительные занятия. Скоро его воспитанники смогут тренироваться и в новом спорткомплексе. Входят у нас возраст и детские группы есть, и взрослые. Уже в этих группах мы приступили к закаливанию в этом году. Потому что в этом году я сама занялась зимним плаванием серьезно и выступаю на соревнованиях уже чемпионат России. Вот только приехала с Уфы. И поэтому ввожу в свои занятия «Здоровая спина» еще и закаливание. Во время тренировки использовали специальные деревянные палочки, которые помогают разгрузить мышцы спины. Эту технику Светлана практикует уже около шести лет. Мастер-класс узнала о дочери. Она ходит в группу «Здоровье». Хочу оздоровиться. Поехали? Нет. В соседнем тренажерном зале также прошел бесплатный мастер-класс для подростков 14 лет. Им рассказали, как провести тренировку максимально эффективно и безопасно. Мастер-классы будут проводиться, то есть воспитание нашего поколения в наших руках. Мы будем здесь практиковаться, будем молодежь сюда зазывать. Напомню, мастер-классы проводились на базе нового спорткомплекса, который уже в ближайшее время распахнет свои двери для всех желающих. Виктория Шарая, Полина Чулякова, Сергей Баскин. События. И вот какие материалы готовят к эфиру наши корреспонденты прямо сейчас. В Самаре проходят масленичные гуляния. К празднующим присоединился губернатор Дмитрий Азаров. После завершения масленичной недели начинается Великий пост. Он продлится до 4 мая. Какие ограничения будут соблюдать православные? Самарцы продолжают участвовать в викторине за родное, за свое. Имена победителей стали известны во время вчерашних эфиров. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страницах в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова